Приветствую вас. С точки зрения транзактного анализа, интерес наибольший представляет именно вашу гордость, которая, как вы выражаетесь, вас душит и которая, с точки зрения, опять же, транзактного анализа является не более чем пережитком такого вот родительского влияния, которое мешает вам поступать как-то более живо, более естественно. Значит, смотрите, смотрите, что такое гордость по сути своей? Это ощущение, именно ощущение, что я, к примеру, ну вот, к примеру, я не должен, в вашем случае не должна что-то делать. Вот что такое гордость. То есть, именно неестественность победения, да, то есть такой, в определенной степени, я бы сказал, даже конфликт, конфликт именно, вот, возможно, ну, конфликт интересов, конфликт, скажем так, действий, да, конфликт, того, к примеру, чего бы вы хотели и того, что вам, по вашему мнению, нужно сделать, вот. Здесь проявляться конфликт. То есть, руководствоваться нужно не гордостью, а, скорее, именно, своими представлениями о том, к примеру, что правильно, своими представлениями о том, к примеру, что, ну, что естественно, что нормально, что логично. Вот. То есть, вот это, это, пожалуй, является наиболее, так скажем, конструктивным моментом. Вот. Это первое. Поэтому от гордости я рекомендую вам избавляться. То есть, это совсем не означает, что вам нужно, допустим, терпеть, там, к примеру, оскорбление в свой адрес, или терпеть унижение в свой адрес, или позволять человеку, как-то, вот, негативно к себе относиться, это, наоборот, не то же самое. Это абсолютно не то же самое. Вещи здесь совершенно разные. Вот. Поэтому гордость, это, по сути, лишь искусственно, искусственное затухание конфликт, эээ, затухание взаимодействий, искусственное затухание общества. По факту. Вот. По факту. Именно по факту. Это гордость. Это гордость. Это если мы говорим именно о гордости. Собственно. Так. Вот. Теперь. 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 Значит, вы пишите, что мужчина сказал вам, что давай будем просто знакомыми, будем здоровы, все, общаться, нет смысла. Значит, вы пишите, что, а вы ему отвечаете, окей, а я тебя избавлю от своего общества. Значит, соответственно, да, то есть, если вы реагируете, реагируете, ну, мягко говоря, избыточно. То есть, вы реагируете, вы реагируете эмоционально, чувствуете, что вам неприятно, реагируете вы не по-взрослому. А, скорее, по-детски, я бы сказал. Потому что, ну, реагирует вы, эээ, реагирует вы по-взрослому, да, и вы бы сказали, ну, хорошо, как тебе удобно, будешь здоровы, и все. Ну, зачем удалять его из друзей? Ну, вот, зачем удалять вашего, вашего знакомого, да, мужчину из друзей? Для чего его удалять из друзей? Это уже, на самом деле, ваша реакция. Это уже, на самом деле, эээ, какое-то ваше, ваше какое-то, ээээ, ну, восприятие, восприятие ситуации и, эээ, восприятие момента. Понимаете? Вот. Это, если мы говорим, эээ, об этом. Эээ, дальше. Да, дальше. А, значит, удалил его из всех сервисей и перестал с ним общаться. А удалили зачем? Зачем? Да. Дальше. Через время он добавился в друзья снова и молчит. Возникает вопрос. Возникает вопрос. А чего вы ожидали? То есть, ну, вы, вы ожидали, эээ, того, что, эээ, человек добавится к вам в друзья и, эээ, не будет молчать? Или что? То есть, как бы, ну, вы же, эээ, его добавили? То есть, я не думаю, что, если бы, если бы вы, эээ, не приняли его заявку, он бы смог быть вашим другом. Вот. Он вам ничего не напиздал, он просто добавился. Что, как бы, означает, что он, эээ, не хочет, к примеру, да, терять, эээ, ну, с вами, допустим, допустим, эээ, контакт. Вот. Но вы почему-то ждали, что он будет вам, эээ, писать, что он не будет молчать. Знаете, какая ссора? И, эээ, и здесь, в этом моменте, в этом случае, в этом эпизоде и в эпизоде, где вы, эээ, говорите, что избавите его от своего общества и удаляете его из друзей, здесь, в этом аспекте играют ваши желания, играют ваши, эээ, потребность, играют ваши эмоции и ваши чувства. И вам, скорее всего, эээ, очень больно, эээ, ну, не очень больно, но больно, да, от того, что мужчина, эээ, значит, эээ, ну, вот так вот сказал. То есть, вы чувствуете свою, как бы, неудовлетворенность, эээ, ну, в данном случае. Вы чувствуете, эээ, свою, эээ, скажем так, ну, фрустрацию, вы фрустрируете, вот. И вот этот момент очень важен. То есть, важно отделять, эээ, очень важно отделять, ээээ, к примеру, да, то, что, допустим, эээ, хочет мужчина, к примеру, зачем он хочет. То есть, очень важно отделять то, что ему нужно, эээ, мужчине, и очень важно тоже отделять то, что нужно вам. Вот. То есть, важно вот эти все моменты отделять, именно их отделять друг от друга. Но, ничего, чего вы, на мой, эээ, на мой взгляд, эээ, не делаете. Вот. Чего вы, на мой взгляд, не совершаете, чему вы, на мой взгляд, ээээ, ну, не реализуете. То есть вы этого не реализуете, вы это не совершаете. Да? Вот. И как бы перекладывать ответственность за то, чего хотите вы на мужчину. Вот. Ну, к примеру, он добавился в России, да? Вы, к примеру, к примеру, ну, допустим, вам хочется с ним общаться, к примеру, да? Вот. Но, вот, вы решили его удалить. Мы можем написать ему, типа, привет, а ты, собственно, почему, там, ну, добавился, да, или привет, просто, там, как ты, или что-то вроде того. Вот. Но вы этого не делаете. То есть, вы пассивно в данном случае просто ждете, что человек себя оброняет. Мотивируя это, как я понимаю, гордость. Вот. Но гордость, это как бы не то, с чем можно, вот, в данном случае мотивироваться. Потому что, как я уже сказал, гордость, это очень ограничивает общение, ограничивает взаимодействие и заставляет людей молчать, молчать. Вот. То есть, тут людям надо разобраться, почему вы сами не проявили активность, если вы чего-то хотели. Скоро у него день рождения. Я думаю, стоит ли его поздравлять или нет? Ну, если вы чего-то ждете, если вы чего-то будете ждать от поздравления, то есть, вот, вы его поздравите, и вам, и вы будете чего-то ожидать взамен от человека. Если вы знаете, что поздравление вызовет у вас определенные ожидания какие-то, то в таком случае поздравлять не надо. Потому что поздравление это будет не для него, а для вас. И делать вы, ну, делать это вы будете для себя, а не для него. Что неприемлемо. Потому что мужчина может отреагировать на поздравления так, как он, ну, как он хочет, как ему нужно, как для него допустимо. А не так, как, к примеру, хотите вы. И если он отреагирует не так, как хотите вы, а вы при этом будете чего-то ждать. То у вас будет, у вас будет еще больше разочарования и еще большая обида на него, ну, на мужчину, собственно говоря. Хотя поводов для этого не будет никаких, абсолютно. А если же вы знаете, что вы просто хотите поздравить его и ничего ждать не будете, то поздравляйте смело, без всяких проблем. Но помните, что поздравление с днем рождения, да, это как бы просто формально. То есть это ничего не даст. То есть смысл, да, вот вы не общались сколько-то времени, а тут друг его поздравили, ну, да. Если вы это сделаете для него, то подумайте, а насколько ему важно это. Вот. Ну, вообще, я думаю, что человеку будет приятно, если вы его поздравите, так или иначе. Потому что оно в любое внимание приятно. Так, с одной стороны, не захотел общаться, не выйдет в этом смысл, зачем мне поздравить его в таком случае. Вот именно. Вы мыслите эгоистично. Эгоизм здесь не является чем-то плохим. Просто в данном случае, как бы, вы думаете о себе в большей степени, чем о нем. Это очень важный момент. Если вы думаете о себе, а не о нем, то поздравлять его действительно не стоит. Потому что поздравляют людей для других, не для себя. Ну, как бы, в норме, да. Или если, как вы, например, хотите быть вежливым. То есть вы хотите его поздравить, ну, просто чтобы вот, чтобы, ну, просто быть вежливым. Вот. Его нежелание общаться, его нежелание с вами общаться, не имеет ничего общего с поздравлением. С поздравлением с его днем рождения. Вот серьезно. Потому что общение, это контакт, это взаимодействие, это постоянное взаимодействие, да, с, ну, с человеком. А поздравление с днем рождения может быть и эпизодическое. Должно. Поэтому общение никак не связано с вашей возможностью или невозможностью взаимодействовать, или возможность или невозможность его поздравить с днем рождения. Вот. Это абсолютно разные вещи. То, что вы его хотите поздравить, к примеру, с днем рождения, да, и то, что вы не общаетесь. Это абсолютно разные вещи. Что касается, значит, так, зачем мне его поздравить в таком случае? Зачем? Зачем? Вы во всем ищите смысл. Есть вещи, очень много вещей, которые не имеют смысла. Понимаете? То есть, кто, что-то человек может делать, ну, к примеру, просто так. Вот. В этом нет никакого смысла, но человек это делает. Вот просто делает, и всё-всё. И для него это нормально. То есть, здесь, на мой взгляд, опять же, проявляется, проявляется родительская такая позиция ваша, типа, что, ну, всё, я должна, если ты, если, что-то делаю, да, то, должна делать это за смысл, ну, к примеру, без смысл этого делать не нужно. Вот это, опять же, ну, как бы ошибка. Это ошибочно установиться. Нельзя во всем искать смысл, да, и нельзя всё делать только ради смысла. Есть вещи, этих вещей довольно много, которые человек делает просто так, без смысла. Вот. Знаете? Какой момент? Дальше. Горбердущий. Ну, про горбердущий я уже сказал. С другой стороны, обычная вежливость. Ну, знаете, опять же, вежливость, каждый человек понимает по-своему. То есть, вежливость, вот, например, вы понимаете вежливость так, что, несмотря на отсутствие между вами общения, да, нужно, там, подравлять кого-то, вы и так понимаете вежливость. А мужчина, к примеру, вежливость понимает иначе. Для него это будет не вежливостью, а, допустим, оскорблением. То есть, вы подумайте о нём, вот как он считает, правильно? Он считает, что это будет, эм, как в адекватной позиции, он считает, что это будет вежливость, но вы же знаете мужчину, вот, я полагаю. Вот это всё. И именно из этого уже и исходите, как бы, именно от этого уже и исходите, именно от этого исходите, именно от силы исходите, понимаете? Вот, если у вас есть, эм, как бы, уверенность в том, что он действительно будет рад, действительно будет счастлив, если вы знаете, что у него, ну, что он действительно оценен, как бы ему будет приятно, поздравляйте. Вы спрашиваете, как поступить? Как поступить, чтобы что? Понимаете, эм, мы как психологи советов давать вообще не можем, это было бы неправильно. Ну, серьёзно, психологи советов не дают, мы можем помочь понять вам, поздравлять его или нет, проанализировав ваши отношения, к примеру, причины, почему вы расстались, из-за чего он так написал, а, то есть, вот это всё проанализировать мы можем, мы можем вот это всё проанализировать и тогда уже будет несколько более, ну, несколько более понятно, вот. Но мы не можем вам советовать. Мы не можем вам советовать, потому что это было бы неправильно. Это в таком случае мы бы уже за вас, получается, принимали бы какие-то решения, ну, вот. А принимать за вас решения мы не имеем права. Это было бы нарушением профессиональной этики, в данном случае, ну, вот, в случае мы это сделали, вот. Но я могу вас спросить, а цель какая? Вот цель поздравления, она какая? Именно вот, ну, именно для вас, цель поздравления какая? Если цель поздравления, это сделать человеку приятное, поздравляйте. Поздравляйте, будьте ищенны и всё будет здорово. Если цель сделать для себя что-то, если цель возобновить отношения, если цель надежды на возобновление отношений, и, ну, если эта цель поздравления, то нет, в таком случае делать этого не стоит. Ничего хорошего из этого не получится, вот. Будет только разочарование, будет, будет только негатив, будет только боль, да, будут только какие-то моменты, вот. Как вы понимаете? Вот и всё. Поэтому я думаю, я думаю, я думаю, что вам ответят, ну, ну, можно, вам ответить на ваш вопрос, да, можно, ну, вот так. И я заранее извиняюсь, если, вот, ну, если, мой ответ вам показался каким-то, ну, слишком обтекаемым, да, я, к примеру, я заранее прошу меня в таком случае извинить, вот, но с точки зрения, с точки зрения именно профессиональной психотерапии, да, с точки зрения профессиональной психологии, ну, данный вопрос выглядит совершенно однозначно. Вот, если вы, к примеру, человека не смогли опустить до сих пор, да, то есть, ну, вот, ну, не смогли вот вы его опустить сейчас, да, ну, беспокоит он всё ещё, вас он беспокоит, да, вот, если вы не смогли этого сделать, то с этим можно поработать. То есть, вам можно помочь в этом, именно в этом вам можно помочь будет. Ну, а если вас волнует только ответ на вопрос такой, то я вам ответил. На этом всё, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если бы, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!